так всем привет народ так 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 купили тут миксер однако какая то ли фирма то ли что называется короче дома так германии типа не знаю насколько она там германия высоко высокая производительность его пишут только ночью сбивает перемешивается фиксатор насадок ручной миксер и 4 насадки всем скоростей удобный дизайн там сидела яйца типа забивает мощность у нас здесь 120 ватт питание идет от сети 220 вольт или 50 герц идеальное сочетание цены и стиля стоит такая фиговина меньше 10 баксов 200 гривен стоит комплекте насадки такие вот две штуки хромовые потом такие еще две не в миксерах не разбираюсь поэтому не знаю для чего и использовать так думаю не знаю стандартное это крепление или нет может сюда другие насадки можно надевать не знаю так это у нас там аппарат в коробке уже больше ничего нет пуст тут у нас значит скоростям он переключать можно сделано германии made in china нормально made in china написано дома думать и германии какая же это германии это мои день чина зачем германии писать понты коробку может быть вообще может вообще даже в китае купили отдельно девайса а коробки потом сделали купили там по дешевке по два бакса за штуку вот такой вот у нас хренов это сейчас мы попробуем включить насадочки оденем насадки говорится одевается легко и непринужденно так это у нас а это у нас даете рычажок типа урок сейчас мы включим посмотрим сейчас дорезеточки доберусь все провод коробки проданы это видите вытаскивать фигурами короче вот эта кнопка понятно все это оказывается вытаскивать вот эти вот лопасти нажмем ее это кожи так через эту сцену вылазит она понятно в принципе принципе в принципе нормально можно можно пользоваться такой вот у нас только он что-то пованивает маслом пахнет машина не замуж там просто что-то смазано или пока новый и воняет она скорее просто еще много из-за этого попасть как обычно бывает так внутренне носитами дырки то не знаю для чего может устанавливать нас это можно короче скорее всего наверно для чего-то там вставить какую-то емкость там и еще молотить в общем такой вот у нас аппаратик вот это что такое низкая средняя скоростей назначения высокая скорость на 7 скорости взбивания в пену приготовление легких пенистых смесей взбитых сливок взбивания яиц белков и желков и картофельного пюре жена у меня уже пробовала взбивать яйца сказала что взбивать не очень насадок потому что насадки здесь такие как бы но мне кажется может если бы у них было больше площадь этого самого то они лучше взбивали а так они получаются какие-то такие топорные вот я думаю из-за этого они плохо взбивают что у нас тут еще пишут так низкая это первая скорость соединение компонентов приготовления соусов пудинков тесто для булочек и оладий средняя скорость у нас сбалтывания приготовление жидкого теста и смеси четвертая скорость взбивания смешивания мама 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 с гумя а масло на сахаром приготовление теста для печенья смеси для пирожных и глазу и пятая скорость у нас взбивания получение однородного жидкого теста шестая скорость у нас взбивания тоже получение масс подобных сахарной глазури но мы уже читали как правильно выбрать скорость чистки уход снятия насадок эксплуатация короче все как обычно по минимуму все меры предосторожности миссии на английском языке есть на русском у нас идет еще раз посмотрим внешний вид таких у нас два отверстия такой вот ну в принципе он такой маленький аккуратный легкий такой весит где-то граммов и не знаю 250 около 300 может может как я не весы поэтому может может немножко тяжелее ну но не усинить и тяжелый шов имеет такой посередине с двух деталей он скрипт он же поэтому такой довольно громоздко смотрится этот шов внутри уже придирки за такую цену простительно кабель у нас обычный не очень толстый ну и не очень тонкий жесткий вилка у нас тоже обычная почти под евро чуть-чуть наверно тоньше чем евро вот и вот скорость я уже показывал переключается в принципе здесь так ход такой нетрудно переключается легко в принципе нормально это уже как выяснилось у нас для снятия вот этих вот сбивочных насадок еще это у нас вентиляция тут в принципе все пластику на что касается его пластику нужно сказать сразу видно что вот поэтому синему видно что пластик дешевый а вот поэтому белому он глянцевый еще такой тут тут конечно не определишь такой пластик но выглядит неплохо поэтому могу сказать что как бы на вид белый пластик качественный а вот этот цветной не очень это просто вставочки кстати они ничего там никакой функции не несу просто как говорится для полноты композиций ну собственно все что я хотел сказать про этот миксер цена недорогая качество неплохое спрос в обращении мыть я думала тоже несложно будет то есть что тут мыть только насадки там еще протертым еще от капелек вот ну и все собственно вот такой вот у нас обзор на миксер который называется домотек модель а модель кстати вот модель у нас думать дт 582 если кому надо ищите смотрите читайте отзывы вот ну естественно мне на видео ставьте лайки если понравилось подписывайтесь на канал всем спасибо пока